Ненецкий округ получит 3 миллиона 300 тысяч рублей с федерального бюджета на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Любительское рыболовство на территории России станет для граждан свободным и бесплатным. Соответствующий федеральный закон примут депутаты Госдумы. Здравствуйте с главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. Ненецкий округ получит 3 миллиона 300 тысяч рублей с федерального бюджета на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Соответствующее распоряжение подписано правительством России. Межбюджетные трансферты в размере 8,7 миллиардов рублей распределены между бюджетами 83 субъектов федерации. Это позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года. В федеральном бюджете на 2016 год предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов федерации на мероприятия региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, а также строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям правительства в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство. Государственные программы развития транспортной системы». Трансферты распределены между 83 субъектами федерации, исходя из удельного веса транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы за использование транспортной инфраструктуры. Принятое решение позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу. Средства будут направлены на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Сегодня в Наринмаре прошло заседание Комитета старших должностных лиц Совета Баренцева Евроарктического региона. Традиционно заседание проводится на территории государства председателя Совета Баренцева Евроарктического региона 3-5 раз в году. В 2016 году заседания уже состоялись в Архангельске, Петрозаводске и Сыктывкаре. В начале международной встречи гостям показали видеоролик о Ненецком округе, его ресурсных и инвестиционных возможностях. Глава региона Игорь Кошин во вступительном слове подчеркнул, что Ненецкий округ готов к международному сотрудничеству. Регион имеет богатый опыт работы в сфере телемедицины и малой авиации, которые повышают качество жизни в условиях Арктики. Хочу особо подчеркнуть, что благодаря нашей малочисленности мы являемся идеальной площадкой для различных пилотных проектов. Причем речь идет не только об абстрактном обмене опытом, а о совершенно конкретных высокотехнологических отраслях. Мы входим в топ-10 субъектов Российской Федерации в сфере информатизации здравоохранения. И являемся одним из лучших в Северо-Западном федеральном округе по оценкам Минздрава. В рамках заседания члены комитета заслушали доклады о проделанной работе Международного Баренцева секретариата, рабочей группы по делам коренных народов. В числе других вопросов заседания – организация информационного обмена между рабочими группами СБЕР, создание финансового инструмента Совета и проведение Конгресса коренных народов в Москве в 2017 году. Федеральный закон о любительском рыболовстве в ближайшее время будет принят депутатами Госдумы. Об этом на прошедшем семинаре по правам коренных малочисленных народов Севера рассказал депутат Госдумы от Нинницкого округа Сергей Коткин. Предметом обсуждения стала необходимость облегчения доступа к водным биологическим ресурсам коренного населения Арктики. Сегодняшнее федеральное законодательство в этой области таково, что вылов рыбы для личного потребления, который всегда относился к традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, приравнивает коренное население к браконьерам со всеми вытекающими последствиями. С окончательным принятием документа и вводом его в действие любительское рыболовство на территории России станет для граждан свободным и бесплатным. Одновременно закон определяет 14 видов особо ценных биоресурсов, добыча которых будет разрешена только по именным разрешениям, и вылов которых будет ограничен. В их число входит Нельма и Атлантический лосось – семга, обитающие в водоемах Нинницкого округа. Также в закон о рыболовстве введен критерий, определяющий максимальный суточный вылов. В то же время документ не учитывает интересы коренных малочисленных народов Севера, для которых рыбалка является традиционным видом хозяйственной деятельности и не регламентирует добычу ими водных биологических ресурсов. Как отметил Сергей Коткин, закон о рыбалке, охоте, территориях традиционного природопользования, которые будут учитывать интересы КМНС, Нижней Палате Российского парламента еще предстоит принять. Завод строительных конструкций завершает изготовление стен для нового детского сада в микрорайоне авиаторов. Всего изготовлено более 80 многослойных утепленных стеновых панелей. Согреваются как могут. Дом культуры поселка Харивер в очередной раз не прошел испытание морозами. Завод строительных конструкций завершает изготовление стен для нового детского сада в микрорайоне авиаторов. Всего изготовлено более 80 многослойных утепленных стеновых панелей. Помимо производства комплектующих здания детского сада, с заводом подписан контракт на изготовление 1 тысячи 6-метровых железобетонных свай для строительства школьного комплекса в том же микрорайоне. Кроме того, после завершения выпуска панелей здания детского сада, на заводе начнут производство комплектующих нового 10-секционного 7-этажного дома, предназначенного для расселения ветхого и аварийного жилфонда. Выпуск комплектующих многоквартирного дома позволит загрузить предприятие работой на ближайшие пару лет. Государственный контракт на строительство под ключ детского сада на улице Авиаторов заключен централизованным стройзаказчиком со строительно-монтажным управлением «Краснодар» в прошлом году. Стоимость контракта составила 320 миллионов рублей. Строительство софинансируется федеральным центром и должно быть завершено не позднее 20 августа 2017 года. Утепляются как могут. Хриверский дом культуры вряд ли согреет своих работников и посетителей в сильные морозы. Здание хоть и новое, но явно построено некачественно. Температура воздуха у окон составляет от 0 до минус 5 градусов, а на полу от минус 5 и ниже. Из-за холода в кабинетах невозможно работать. Несмотря на все предпринятые меры, тепло в здании не задерживается. А-а-а, белая зима, началась мне с окна. Вышла и ведет, ведет, ведет. А-а-а, я решу сама. Что вы делаете завтра? А завтра Новый год. В новом построенном Доме культуры поселка Хривер полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. На сцене Большого зала идут репетиции концерта, в библиотеке проводятся тематические занятия. Несмотря на то, что здание новое, репетируют артисты не в сценических костюмах, а в теплой одежде. Все потому, что в Доме культуры холодно. Здание построено хорошо снаружи, но внутри не проконопачено. Походу, полы у нас все в щелях, с которых все тепло уходит вниз. С окон дует. Вот мы замеряли температуру, но около окна минус 3 градуса в одном из кабинетов. Там сеть вообще невозможно. Работники ДК, как умеет, утепляются. Включают электрообогреватели, конопатят щели в окнах и полах, но все тщетно. Кабинеты художественного руководителя и других специалистов из-за низкой температуры пустуют. Люди стараются находиться в помещении, где нет окон. Да и вообще, говорят, вместе теплее. Утеплялись мы как. Нам добавили батарею, мы добились того, чтобы нам добавили секции. Добавили. Стало более-менее, чем с прошлым годом. А так в основном нам некогда. Здесь такая большая площадь, там самим ничего здесь не сделать. Абсолютно, как бы совершенно здесь не. Проверяли полы, просто там нет утеплителей в полах. Туда уходят линейки просто так вот, пустую. Мы писали письма, составляли акты. К нам приезжала комиссия из Наринмара, тоже был составлен акт. И прошлым летом нам все-таки добавили отопительные радиаторы. Стало немножко потеплее здание, но все равно этого недостаточно, потому что у нас еще сильнее здание рассохло. Сейчас большая теплопотерия пошла еще и через окна. В ДК есть и своя водопроводная система, но из-за треснувших труб вода уходит под здание. А потому директор принял решение не заполнять систему, тем более в холодное время года. Вот и вынуждены работники культуры в новом здании пользоваться водой из ведра и ковшика. Чтобы помыть руки, туалетные комнаты здесь также закрыты. О том, что в здании холодно, подрядчику краснодарской фирмы «Югстроймонтаж» сообщили еще в прошлом году. Однако он отказался выполнять работы в рамках гарантийных обязательств. В результате администрация района за собственные средства установила дополнительные секции радиаторов. Дело в том, что делалось это все в теплое время года. И проверить инструментально, где что не в порядке, возможности не было. То есть это надо делать зимой. Сейчас, когда зимник установится, мы в Харивер поедем. Это будет либо перед Новым годом, ну в конце декабря, либо сразу после январских праздников. То есть если успеем, дело в том, что нам нужно еще получать разрешение. Там часть дороги проходит по зимникам нефтяников. Поэтому можем не успеть в декабре. Просто как зимник откроют, надо будет получать разрешение. Если не уложимся до Нового года, значит поедем сразу после январских праздников. Но обязательно туда съездим с тепловизионным оборудованием. У нас эта поездка в планах уже есть у МКУ. Это наше учреждение, которое занимается строительным контролем. И по результату обследования уже с тепловизионным оборудованием, когда на улице минус, внутри отапливает и видно, где тепло теряется. Будем принимать уже следующее решение. В настоящее время администрация района готовит необходимые документы для взыскания с подрядчиков в судебном порядке всех понесенных затрат по устранению нарушений. Ирина Нежалова, Александр Усачёв, Телеканал «Север». Оживить общение на родном языке и заинтересовать подрастающие поколения. Региональное общественное движение «Извата» запустило проект «Родной язык. Основу духовности и культуры этноса коми-ижемцев». 11 тысяч новогодних подарков получат дети Нинецкого округа. Из них более трёх тысяч направлены детям, проживающим в сельских поселениях. Оживить общение на родном языке и заинтересовать подрастающие поколения. Региональное общественное движение «Извата» запустило проект «Родной язык. Основу духовности и культуры этноса коми-ижемцев». В течение года будут выпущены словарь, разговорник и обучающие пособия на диалекте коми-ижемцев. Благодаря стараниям активистов землячества на реализацию идей уже удалось найти средства. Из трёх с половиной тысяч коми-ижемцев, проживающих в Нинецком округе, только 14% владеют родным языком. Именно данные последней переписи населения России легли в основу большой работы, говорит руководитель проекта и член землячества «Изватас» Иван Рочев. По его мнению, ижемский диалект коми-языка нуждается в возрождении. Беда в том, что сейчас уже нынешнее поколение мам не знает родного языка, языка своих предков. Значит, родители не могут передавать, как это в природе положено, свой язык детям. Отсюда у нас возникла мысль, что можно это сделать через печатное слово. То есть, создавая учебные пособия, книгу для чтения и таким образом оживить общение на родном языке. Сделать шаг на пути к оживлению родного языка Ивану Анисимовичу помогла компания «Лукойл». Ежегодно недропользователь отбирает лучшие социально-культурные проекты Нинецкого округа и Республики Коми, которые получают финансовую поддержку. Проект Ивана Рочева вошёл в семёрку победителей от Нинецкого округа. На издание словаря, разговорника, обучающего пособия и книги для чтения выделено 276 тысяч рублей. Составлять издание будут учителя и знатоки родного языка. Уже идёт работа над словарём, где литературный Коми-язык переводится на ижемский диалект. На литературном языке они звучат совсем по-другому. А ижемский диалект, вот по ижемскому диалекту же мы будем работать. Там слова звучат совсем по-другому, вот я переводила. Например, вот на литературном локтах говорят, а у нас говорят локти. Говорят на литературном ныб, а мы говорим ныб. Новая литература пополнит библиотеку этнокультурного центра, который можно назвать главным хранителем наследия народов округа. В этом году отдел Коми-культуры совместно с Иктывкарским университетом провёл этнографическую экспедицию в Харивере. Результатом совместной работы стал сборник фольклорных текстов, сохранение культуры Коми проводится и в других формах. У нас клуб Коми-чукар, работает потом детская группа Тинганец, Коми-фольклорный ансамбль Печерянка. И вот такие мелкие мероприятия мы проводим, которые у нас постоянно. Это исследование рода, вечер портрет. В этом году мы говорили об Артеевой Дарье Николаевне. Все родственники собрались, там ещё встретились те, кто даже не виделись, не знали, что они родственники. 200 экземпляров книг, изданных в рамках проекта, разойдутся по школам, клубам, общения и сёлам, где компактно проживают Коми и женцы. Машинки, раскраски, развивающие игры, всё о чём мечтали и писали в письме Дедушке Морозу на ренмарские малыши из дома малютки, воплотилась в жизнь. Волшебную сказку подарила компания «Башнефть-полюс» и волонтёрское движение «Доброе сердце», для которых радовать малышей перед главным праздником года стало уже доброй традицией. «Красивые какие, смотрите, да, твои смотри-кашки там». «Скажи, а тебе, Дедушка Мороз, что принес? Какие подарки?» «Раскраски и машинки». «Раскраски? А машинку какую? Ну-ка давай посмотрим». «Полиция». «Полиция? Здорово. А ты, Дедушке Морозу, стих учил? Да? Может, расскажешь нам? Давай. Это ёлочка листная, селёная, густая. Типа солнечко-мороза, тиопарик нам, пищля». Этого весёлого и открытого мальчика зовут Денис Слатышев, и он мечтает стать полицейским. Дедушка Мороз это знал и принёс мальчику подходящий подарок – модельку патрульной машины. Не забыл Дед Мороз и про остальных ребят. Все получили игрушки, книжки и ещё массу развлекаловок. Всего их в доме малютки 20 человек. Волонтёрское движение «Добрые сердца» компании «Башнефть Полюс» шествует над ними уже третий год. «Традиционно это Новый год, то есть перед Новым годом, это День защиты детей. И перед первым сентября мы приезжаем, дарим подарки. Естественно, мы согласуем с руководством детского дома, чего бы хотелось, чего не хватает. Обычно это обувь, какие-то, например, какая-то одежда. Ну, естественно, игрушки, как без игрушек. Какие-то развивающие игры, это, естественно, куклы, машинки. Ну, и всё, чего нужно детворе». Весёлый хоровод, игры с Дедом Морозом и фото на память. И пусть родителей заменить этим крохом не сможет никто, подарить праздник и новогодние настроения под силу каждому из нас. 11 тысяч новогодних подарков получат дети Ненецкого округа. Из них более трёх тысяч направлены детям, проживающим в сельских поселениях. Вручать сюрпризы будут на новогодних мероприятиях, в школах и детских садах. Исключением станут отличники. Они получат свои подарки раньше других. В этом году новогодние подарки приобретены за счёт средств окружного бюджета, адресованные детям от 1 года до 16 лет. Каждый новогодний сюрприз традиционно состоит из двух частей – различных кондитерских вкусностей и фетровой игрушки на ёлку в виде Деда Мороза. Подарок представляет собой жестяную банку в виде домик-теремок и содержимое в нём – кондитерские изделия весом до 1 килограмма. Ассортимент очень разнообразный. Это и шоколадное яйцо сюрприза, молочный шоколад, вафельные конфеты, конфеты-ассорти с различными начинками. Также представлен отдельно подарок для отличников. Это спортивная сумка и мешочек дополнительно ещё с кондитерскими изделиями. Средняя стоимость такого новогоднего сюрприза в результате конкурсных процедур составила 630 рублей. Выиграла конкурс московская фирма «Академия подарка». В настоящее время осуществляется доставка подарков до школьной общеобразовательной учреждения и в муниципальное образование округа. Неорганизованным детям в возрасте от 1 года до 7 лет выдача подарков будет производиться в комплексном центре социального обслуживания с 15 декабря по адресу улицы Рабочая, дом 18, с 9 до 16.30. Такова информационная картина дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. До свидания. Продолжение следует...